НОВОСТИ НА ДОНУ В Ростове сгорела квартира. Мать с ребенком выпрыгнули с девятого этажа и погибли. Трагедия произошла в минувшую субботу вечером на улице Еременко. Пожар произошел в квартире на последнем этаже. Как пишут очевидцы, соседи растянули одеяло. Мать выбросила трехлетнего мальчика, но поймать его не удалось. Следом выпрыгнула и сама женщина. В Донском МЧС сообщают, что выгорела квартира площадью 40 квадратных метров. Причины пожара выясняются. Проблемы развития мясного животноводства на востоке области рассмотрели в Ремонтненском районе. Больше 80% мясных коров Донского региона разводят именно там. Проблемным вопросом в восточных районах остается переработка. Не все фермеры готовы сдавать скотину на заводы. Перекупщики могут предложить лучшую цену, но выиграть на недовесе. Главная задача сейчас – вывести из тени подсобное хозяйство и стимулировать производителей сдавать мясо на комбинаты. Отметил первый замгубернатора области Виктор Гончаров. В первую очередь мы хотим создавать вокруг таких мясокомбинатов кооперативы по откорму. Нужно также создавать кооперативы по производству комбикормов, которые бы эти комбикорма поставляли в ЛПХ, в КФФ. Чтобы мясо не уходило в другие регионы, областное правительство планирует субсидировать фермеров. Но тогда за качество мяса нужно будет отвечать. На участке платной дороги М4 Дон в Ростовской области укрепили шлагбаумы. Теперь они металлические. Таким образом, Автодор усилил борьбу с зайцами, сообщает информагентство Дон24.ру. Теперь попытка отодвинуть стрелу повлечет повреждение механизма шлагбаума, а следовательно ДТП с последующим привлечением виновного лица к материальной ответственности. В случае оставления места ДТП виновник привлекается к административной ответственности. Проезд через пункт взымания платы возможен только на разрешающий сигнал светофора и при условии, что шлагбаум открыт. Напомню, с 15 апреля Автодор поднял цены на проезд по платному участку М4 Дон. Повышенные сезонные тарифы будут действовать до 13 октября. Юный ростовчанин получил золотую звезду Аллы Пугачевой. Примадонна вместе со Светланой Лободой встретились с финалистами шоу «Голос дети». Встреча прошла накануне в одном из ресторанов Москвы. Пугачева вручила проигравшим свою премию – золотую звезду Аллы. Певица ее вручает тем, кого считают победителем. Ее получают как молодые талантливые исполнители, так и признанные музыканты. Помимо золотого кулона в форме звезды, ребята получили диплом и денежную премию из личных средств певицы. Среди номинантов и ростовчанин Роберт Багратян. Об этом сообщает информагентство Дон24.ру. 1 мая на Гребном канале Дон пройдут соревнования по водно-моторному спорту. Турнир проводится во всех классах судов, соответствующих правилам соревнований, сообщили местные власти. На воду спустятся 60 спортсменов из 14 команд разных городов России – Ростова, Самара, Севастополь, Твери, Казани, Нижнего Тагила, Буденовска, Балакова, Уфы, а также Краснодарского края, Московской и Свердловской областей. Спортсмены будут сражаться за два комплекта – кубков командного зачета и 13 комплектов медалей. Это были новости на ФМ на Дону, телефон редакции 200 ровно 0849. С вами была Инна Билан. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. И о погоде. Категория 12+. По информации сервиса Яндекс.Погода в Ростове днем пасмурно, на термометре плюс 22 градуса, без осадков. В Таганроге облачено с прояснениями, без осадков. На термометре до плюс 19 градусов. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Обливское плюс 11, небольшой дождь. В Красном Сулине также небольшой дождь, на термометре до плюс 18 градусов. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова